Мы сейчас поговорим с российским дипломатом, заместителем министра иностранных дел России, 1991-1993 год, Георгий Кунадзе. Георгий, здравствуйте. Давайте проверим, как наше общение. Все ли слышно? Да, вы меня слышите. Сейчас, секунду. Свет включен, по-другому. Хорошо. Сейчас. Значит, сегодня, ну вот, Григорий, конечно, знает, но, тем не менее, я вот просто скажу, что сегодня, как бы, всякие разные товарищи, и да, вас прекрасно слышно и прекрасно видно, самые разные товарищи делали самые разные заявления, и, значит, я хотел бы с них начать, но я так буду чередовать их. Значит, вот смотрите, просто вот я встаю утром, начинаю это читать, и у меня, значит, ну вот, смотрите, например, Путин, да? Путин назвал Мариуполь. Я просто хотел, чтобы вы, как дипломат, прокомментировали некоторые, ну, не знаю, как человек со здравым смыслом, человека, которого я люблю читать, почему это у них происходит. Путин назвал Мариуполь древнерусским городом. И тут профессор Преображенский такой, я его люблю читать, такой ироничный человек какой-то, пишет, когда вслед за Путиным начнете говорить про что-то древнерусское, не забывайте такие, например, богатырь Илья Муромец, богатырь для вне тюркское слово, Илья – древнееврейское имя, Мурома – древнефино-угорское племя. Вот такая вот история. Он вот как бы, ну вот как бы вы прокомментировали, до чего не дотронется все мое, это древнерусский город. Я вам еще потом другое прочитаю. Ну, господин Путин, по-моему, весь мир считает древнерусский. Тут ничего, в общем, особенного удивительного нет. А вот я не очень понимаю, почему вдруг и при каких обстоятельствах Мариуполь стала древнерусским городом. На самом деле название-то явно греческое, как и большинство названий на юге Украины и на юге России. Так что я уж не знаю, когда и как туда ступила нога русского солдата. Я не знаю, но это было совсем не сейчас. Да, да, это было совсем не сейчас. Значит, как-то вот так. Ну, много. Вот, например, я, понимаете, я как бы вот однажды один островный человек сказал, что он относится к российским политикам орнитологически, то есть, так сказать, изучает, чего они делают. Ну вот, смотрите, идет война, и Маргарита Симоньян, которая, в общем, знает, может быть, вы это читали, это я для зрителей говорю, Маргарита Симоньян, которая, в общем, не лохушка с рынка, она знает, что происходит. И вот я вам прочитаю, значит, весь ее такой тред. Настанет день, и мы снова приедем в гостеприимный, веселый, светлый и сытый Киев. Наши мужья будут снова сворачивать шеи, заглядываясь на чернобровых Оксан. Вот так вот она написала. Мы все будем снова хором спевать в шинке тремя незнакомыми друг с другом столами песню «Ничьяка месячна». Самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский. Песня из великого советского фильма о нашей общей войне, общем горе и общей гордости. Мы снова натрескаемся местной черешни и разомлеем от того, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Ну и вот еще, значит, в Киеве, столице Украины, матери городов русских, мы будем читать малороссийские рассказы славы русской литературы, великого Гоголя, ну и так далее. Которые, ну и так далее, и так далее. Воздвигнем памятники, сложим о них новые песни на русском и украинском. В это, и вот смотрите, неожиданный финал. Именно в этом, кажется, и заключается смысл такого угловатого, не художественного, не гоголевского, но оказавшегося неизбежным слова «деноцификация». Вот, пожалуйста, прокомментируйте это дело. Мне важно знать ваше мнение. Вы меня, конечно, не удивили, но утомили вот этой длинной, абсолютно бессмысленной цитатой. Почему? Вы, простите, по-моему, она с очень большим смыслом. Тут все политические акценты расставлены очень точно. Это, по-моему, фрагмент из ее нового романа. Вы помните? Она ведь еще, ко всему прочему, и романой. И по стилю это очень похоже на то, что выходит из-под ее пера. А в остальном ничего здесь особенного нет. Что называется, ее откровения переливаются правильными красками. Да, она сначала говорит о том, как хорошо в Киеве, как мы будем там замечательно гостить, как нам будут там рады. А вот, но при этом, говорит, вот видите, вот для этого нам и нужна деноцификация. Я думаю, что такие люди, как госпожа Симонян и Ижи с ними, они приближают Россию, именно Россию, к неизбежности того, что я бы назвал все-таки отчасти деноцификацией, отчасти десатанизацией. Сатанизация, вы знаете, это новый термин, который введен Советом Безопасности России в отношении Украины. Я думаю, что люди смотрят на себя в зеркало, читают, перечитывают свои тексты, сочинения и придумывают, как бы еще по войне уязвить Украину. А уязвляют они только самих себя. Ну да, как-то очень сложно сейчас как-то нас уязвить здесь, в Киеве. Вот сейчас, как только я сел в эфир, объявили воздушную тревогу. Поэтому, ну вы понимаете, то есть как бы я спокойно продолжаю вести эфир, но может погаснуть свет, может быть какой-то тут прилет и так далее, да? Поэтому, наверное, наверно, украинские мужчины ждут мужей русских, которые, как там было написано, сворачивать шею. Ну, шеи действительно будут свернуты. Ну и еще хотел. Дмитрий Анатольевич сегодня очень много текстов разных сделал, да? Они оскорбительные, как всегда. Почему наше дело правое? Вот Ирина мне сейчас показывает. Кто воюет против нас? Вот часть... Вот тут интересный фрагмент. Я читаю с экрана. Потому что вы замечательные международники. Я хотел бы... Вот это вот прямое отношение к вам. Значит, против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенных и запуганных ими народ, и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномазная свора, хрюкающих под свинков, и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, состекающие по подбородку от вырождения слюной. Боже мой! У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими, похабных привычек и наслаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Вот мораль, оказывается. Поэтому, поднявшись, мы приобрели сакральную мощь. И вот здесь я еще прочитаю, не с экрана уже. Значит, вот это его штука, которую... Нет, дальше не надо. Вот, спасибо большое, уважаемые режиссеры. Вот я хочу прочитать фрагмент, который сегодня стал популярным. Видите, там появилось слово «сакральное». Ну, понимаете, да? Значит, пошло-поехало. Значит, приход был у него, ну, сильный очень. И поэтому все это вылилось вот в такую фразу. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную, но это не наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Это слова и дают нам священную цель, цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он не использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Понимаете? Ну и так далее. То есть вот такие... Я понимаю, что вы вздыхаете, но давайте... Нет, подождите. Давайте уйдем от характеристики тех продуктов, которые потребляет Медведев, и попробуем разобрать ситуацию. Я сегодня прочитал довольно интересную... Я сегодня прочитал... Это ужасно, вы знаете? Да-да, пожалуйста. Да. Пожалуйста, я слушаю вас. Не слышу. Вы знаете, что после безвременной кончины господина Жириновского в российской политике образовалась вакансия для людей, которых обычно называют коверными. Вот все думали, кто станет новым Жириновским. И вот теперь я понимаю, что господин Медведев сделал очень большой шаг к роли Жириновского в российской политике. Это автоматически исключит его, конечно же, из претендентов на любые руководящие должности в российском государстве, в государстве Путина. Но, тем не менее, это застолбит за ним очень такую выигрышную роль. Он может говорить все, что угодно. Никто это всерьез не воспринимает, но он звучит, с другой стороны, грозно. А самое главное, имеет шанс понравиться главному заказчику, имя которого я все упоминать не буду. Хорошо. А давайте поговорим серьезно. Почему вы считаете, что подобные посты его и статьи, и то, что он пишет, уводит его от претендентов на какой-то там переходящий трон, опять нагреть. Понимаете, все-таки, ну, Пригожин поярче, Кадыров поярче, но эти люди играют свою игру. А Медведев доказал Владимиру Владимировичу, что своей игры у него нет. Поэтому, ну как, как такой перманентный престолоблюститель, он, мне кажется, вполне пришелся бы ко двору. Надежный человек, понимаете, потом встанет и уйдет. Надежный человек – это не профессия. Но я вынужден констатировать, что Дмитрий Анатольевич Медведев чрезвычайно неумный человек. Он просто элементарно неумен. И в этом смысле я уж не говорю о некоторых его увлечениях по части горячительных напитков, как рассказывают или как врут очевидцы. А вот, ну он просто недалек и неумен. Мальчика с хорошей семьей, ему всегда, видимо, в детстве казалось, что нужно выглядеть грозно. Вот отсюда его знаменитая фраза о том, что его слова отливаются в граните. Помните? Да, конечно. А вот, ну вот примерно такого же рода высказывания и здесь. Хотя я предположу, что у него теперь новый спичрайтер. Из числа российских бешеных. Потому что, в общем, такое, вот такую галиматью, такую цветастую галиматью, в общем, я думаю, даже Дмитрий Анатольевич никогда бы не сочинил, несмотря на свое университетское образование. А вы все-таки считаете, что адресат, мы уже будем заканчивать эту тему, сейчас кое-что посмотрим. Вы считаете, что адресат вот этой писанины Путин? Мне кажется, нет, потому что Путин вряд ли это читает. А если читает, мне кажется, он, ну, поумнее будет Дмитрия Анатольевича. И он с большой иронией это все воспринимает. Да, ну, разумеется, в общем, без иронии к этому не может, на мой взгляд, не относиться даже сам господин Путин. Но, тем не менее, в общем, когда я говорил о роли Коверного, это примерно вот то, чем промышляет господин Медведев. Вот что-нибудь такое скажет, а люди посерьезнее, посуровее усмехнутся и скажут, что вот дает, вот завернул. Понимаете? Это, в общем, особая роль. Так что нет, все нормально. Не обращайте, в общем, я бы не обращал на это внимания в разряде, в серию выражений, знаете, нарочно не придумаешь. Да, была такая рубрика. Я бы такого не придумал. Ну, я, к сожалению, должен на это обращать внимание, просто потому, что я журналист, я должен рассказывать новости. Хорошо, давайте с вами посмотрим. Вот это уже точно не новость. Это я понимаю. Значит, Путин, видео номер один, Путин на встрече с волонтерами призвал увезти мирное население из Херсона, и тут непонятно, как там, это план такой или что-то идет не по плану, мы же все помним, как было сказано, Россия здесь навсегда. Ну, давайте посмотрим, значит, фараона, чего он там говорит. Сейчас, конечно, те, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население должно страдать от обстрелов, от каких-то наступателей, контрнаступателей, прочих мероприятий, связанных с военными действиями. Поэтому такие вот ребята, как вы, делают все для того, чтобы людей вывести в безопасную зону, это очень правильно. Ну вот, и знаете, меня Путин радует, что он все принимает как должное. Крики России здесь навсегда, как должное. Разговоры о том, что вывести людей в безопасную зону, как должное. Вот такой идеальный, такой идеальный президент, понимаете, вот я так воспринимаю, а вы? Я бы прежде всего задумался, где произнесены все эти исторические слова. На правом берегу Днепра. Нет, у памятника Минина и Пожарскому. Там расстояние 100 метров между Кремлем и памятником. И все видели, как он на шикарной машине выехал в сопровождении там 150 человек. Ну, Владимир Владимирович, вы знаете, он так любит ездить, куда угодно. Ну, это, в общем, постановочные кадры, разумеется. И никакого смысла они не имеют по определению. Собственно говоря, с правого берега Днепра на левый берег Днепра можно переправиться, только потеснив какие-то боевые подразделения, которые, как я понимаю, все-таки выводятся из Херсона. А дальше идти-то некуда, в общем. Я не думаю, что местное население будут приглашать и тем более насильно перевозить туда. Хотя нет, насильно можно сделать все, что угодно, конечно. А вы знаете, Георгий, я бы вам возразил, если позволите. Мне кажется, это специально было сказано, и я позволю себе объяснить, почему. Дело в том, что было сказано, что Харьков, Херсон, и вы знаете, так сказать, Херсон навсегда, и кроме того, был приказ Путина Херсон не отдавать, и вот Херсон отдают. И, естественно, патриотические паблики, они воют сейчас во все горло, что, ну вот, армия неудачи и так далее, и так далее. Выходит Путин, который говорит, что по сути, вот то, что он сказал, это гуманитарный шаг для того, чтобы вывести людей из опасной зоны. Понимаете? То есть, другими словами, теперь это уже, ну так сказать, я бы даже сказал, не позорное драпанье из Херсона, а это какая-то гуманитарная миссия. Понимаете? Шаг доброй воли, да. Вы знаете, все, что не делает Россия, все обязательно превращается в какую-то квази-гуманитарную миссию. Вот давайте мы выведем мирное население из Херсона. Давайте мы не будем спрашивать, хочет ли это мирное население уходить из Херсона на левый берег Днепра, или оно желает остаться под украинской властью. А вот этот вопрос даже как бы не обсуждается. А в приоре принимается как данность, что местное население спит и видит, как бы им убежать от наступающих украинских войск. Что, на мой взгляд, не соответствует никакой истине. Ничего особенного. Другое дело, что в общем в последнее время у господина Путина стало слишком много вот этих вот проходных кадров, которые проходят по разделу явления народа. То он является детям, то он является каким-то активистом в красных рубашках. А вот когда глава государства начинает злоупотреблять такими, в общем-то, пустыми и бессодержательными пиар-кодами, единственный вывод, который можно сделать, что человеку просто нечем заняться. Так что, в общем, меня это обнадеживает в частности и потому, что, в общем, коль скоро пиар-технологи в Кремле видят необходимым, считают необходимым. Вот такого рода кадры показывать стало быть, им тоже не то, чтобы нечем заняться, наоборот, им нужно заполнять паузу. Поскольку реальных новостей ни из Херсона, ни откуда бы ни было еще, кроме, разве что, вот Севастополя, с учетом известных событий, реальных новостей, которые можно было бы поставить в топ общенациональных каналов, практически нет. Ну вот отсюда, это то, что на английском языке называется photo opportunity, да, возможность для государственного деятеля засветиться на каком-то выгодном фоне, сфотографироваться с кем-то, пожать кому-то руки и так далее. С другой стороны, я сразу опять-таки задумался. Вот Владимир Владимирович выехал из Кремля, отважный шаг, объехал лобное место, покосился, наверное, на него так внутренне, а потом подъехал к толпе каких-то людей, начал с ними здороваться за руку. Неужели все эти люди сдавали кал? Неужели все эти люди сидели в карантине две недели, чтобы пообщаться с Путиным? Или это все-таки не сам Путин? Ну, я думаю, что просто это специальные люди, и мы с вами не один раз это видели. Давайте, если позволите, перейдем к важной международной новости, прямо по вашей специализации, если можно так сказать. Сегодня, я не помню, в ночь или сегодня рано утром, или это вчера было, поздно вечером, Олаф Шольц, канцлер Германии, отправился в Китай. Причем он полетел двумя самолетами. Первый самолет такой, так сказать, государственный, правительственный, а второй самолет специальный. В этом самолете, вот все, дорогие друзья, фирмы, которые вы знаете, самые крутые фирмы, вот то, что у вас ассоциируется с Германией, я их даже перечислять не буду, там более 20 фирм, выпускающие все, что угодно, вот самые большие, самые крутые фирмы. Вот представители этих фирм поехали с Олафом Шольцем. То есть, ну, так сказать, развивается сотрудничество с Китаем, и это вполне понятно, но они там будут что-то такое продвигать бизнес. Потому что, в принципе, ну, так сказать, мы об этом, ну, вот, если мы берем Путина, то Путин бизнес уничтожает. Но вообще, вот, и вы видели, как президент Соединенных Штатов Америки, и вообще руководитель страны, одна из его обязанностей – бизнес продвигать. Ну, и вот мы видим яркий тому пример. Так вот, сейчас появилась интересная новость, уважаемый Георгий. Китай сделал важное предупреждение для России, использующей ядерный шантаж. Сегодня китайский лидер обсудил войну РФ против Украины с канцлером Германии Шольцем. Шольц сообщил по итогам переговоров, что он и Цзиньпин согласились с тем, что угрозы ядерными ударами безответственны и опасны. Цзиньпин призвал предотвратить ядерный кризис на Евразийском континенте и предупредил, что нельзя применять ядерное оружие и вести ядерную войну. Ну, вот такой, знаете, велеречивый, спокойный Цзиньпин, так сказать, из Поднебесной, который там 5 миллиардов лет. Понимаете? Вот такая вот история. Что обозначает это, ну, я не знаю, предупреждение, наверное, в каком-то смысле? И как на него может отреагировать Путин? Тут я напомню, просто перед ответом Георгия, что вчера Путин заверял президента Турции, Тейп Эрдогана, что никогда ни при каких обстоятельствах ядерное оружие применено не будет. Потому что Эрдоган очень дергается и говорит, давай, так сказать, обещание. Ну, вот теперь Китай. Что бы это значило и какое будет иметь последствия? Я думаю, что это очень серьезное предупреждение Китаю и очень серьезный сигнал России. Суть сигнала, по-моему, понятна каждому. Не вздумайте связываться в какую-то авантюру, не вздумайте трясти ядерным оружием, намекать даже косвенно на возможность его применения, потому что мы против и вместе с нами против Китая. Я думаю, что это очень важно на самом деле, потому что Китай при всем своем скептическом отношении к приключениям российских военных в Украине, в общем, всегда занимал и занимает пока что очень взвешенную позицию. Не называет черную кошку черным, не говорит, чего не надо, призывает все стороны конфликта к сдержанности, к дипломатии и так далее. Ну, в общем, обычные китайские стандарты, китайские. Тем не менее, конечно же, китайцы не могут не беспокоиться в связи с тем, что так или иначе, по мере углубления конфликта, если он будет углубляться, Китай так или иначе не избежит негативных последствий для своей политики, для своей экономики. Потому что, с одной стороны, поддержать Россию, чтобы просто сохранить партнерство с Россией, Китая будет становиться все труднее и труднее, а выступить против нее практически немыслимо. Вот, так что в этом смысле я думаю, что поездка Шольца в Пекин, она означает, во-первых, предупреждение России, чтобы она не вздумала даже разговоры вести о какой-то роли ядерного оружия. И это очень серьезно, поскольку, в общем, вся штука в том, что ядерное оружие – это средство выживания страны, которая подверглась смертельной угрозе. Ядерное оружие, в этом смысле, это и не инструмент внешней политики. Напугать применением ядерного оружия никого нельзя. Просто потому, что, в общем, все понимают, что от ядерного оружия нет спасения ни тому, кто его применяет, ни тому, против кого его применяют. Ну, а кроме того, в общем, думаю, что в России все это поняли достаточно четко. Первое – это то, что разговоры о ядерном оружии, даже на уровне пропагандистского бреда вести все-таки не рекомендуется. Ну, и, во-вторых, что, в общем, Китай, так или иначе, при необходимости, сможет, наверное, обойтись в чем-то без России. В общем, для Китая сотрудничество с той же Германией, вообще с Западной Европой, не говоря уже о сотрудничестве с США и Японией, ну, в десятки раз важнее и со стратегической точки зрения, и с тактической точки зрения, чем сотрудничество с Россией, от которой в последнее время одни неприятности и лишний хлопот. Китайцы – люди деловые даже, несмотря на то, что они, видимо, изучают опыт России в плане построения института единоличной власти лидера, не ограниченной ни сроками, ни полномочиями. А вот, в общем, китайцев этому, кстати, учить не надо. Они довольно быстро вспомнят все то, что было у них в прошлом. В общем, в целом, я думаю, что это, конечно, еще одна черная метка России и лично господина Путина. Спасибо вам большое, Георгий. Очень благодарю вас, что вы к нам присоединились. Давайте трогательно... Ну, то есть, вся наша жизнь, понятно, она состоит из каких-то трагических и комических вариантов и возможностей. Ну, вот трагичная – это вот у меня воздушная тревога, а комичная – это вот, значит, всякие российские пропагандисты, которые радуют каким-то бредом. Ну, будем вот на них смотреть, и они и есть наше, если можно так сказать, политическое, я бы сказал, эстетическое развлечение. Спасибо большое, Георгий Кунадзе. Благодарю вас, что были. Продолжение следует...